всем привет по многочисленным запросам я покажу как вязать жгут по схеме нам понадобится схема можно взять любую схему они все одинаковые и нам нужно набрать бисер по схеме смотрим первая цифра к 11 этого сколько бисерин будет вязаться жгут то есть сколько бисерин мы замыкаем в кольцо вторая цифра 143 это сколько нужно бисерин для одного набора рисунка то есть все вот эти вот цифры этот набор стоит из трех рядов то есть мы набираем сначала одну оранжевую бисеринку 3 черных 5 белых и так далее до конца ряда потом переходим ко второму ряду и третьему этот набор будет только один рисунок вот эта вот часть и набираете столько сколько вам нужно по длине я сделал один набор и начинаем вязать делаем первый узелок далее провязываем две воздушные петли поддвигаем бисер 11 бисеринок далее поддвигаем одну бисеринку и провязываем ее и там все остальные олимпел и и олимпел и и и и и и Далее делаем колечко, проходим крючком через первую ближайшую к бисеринке воздушную петлю. И так же провязываем. Получаем колечко из 11 бисеринок. Додвигаем еще 11. Продеваем крючок под бисеринку. Отгибаем ее от себя. Ниточку делаем над бисеринкой. Продвигаем еще одну сверху. И крючок сверху нити провязываем бисеринку. Нить вот эта слегка под натяжением, чтобы она хорошо вытягивалась. И дальше под следующую отгибаем в сторону нить сверху. Пододвигаем сверху бисеринку. Крючок над нитью. И вытягиваем. Так провязываем все ряды. Не забывайте также иногда считать количество бисеринок в одном ряду. В круге. В данном случае их должно быть 11. Если у вас меньше или больше, то распускайте до 11. Самое трудное это связать 5-6 рядов. Потому что рисунок еще очень плохо виден. И неудобно держаться за жгут. Но вы не останавливаетесь и вяжите дальше. Дальше будет вязать гораздо легче. Получаем вот такой рисуночек. И также вяжите жгут дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!